здравствуйте друзья многие пользователи мне просят сделать видео про виртуину вот время пришел наверно ну как пришел у меня абсолютно свободного времени нету из-за вот этого вируса посадили мне дома и этот время побольше немного стали решили вот заняться этим делом и попробовать что это такое я хочу сказать что я смотрел там несколько вот вариантов есть для виртуину мне подошел сам больше вот этот вариант с матбасом то здесь это нам никаких фб блоков не нужен для флпрок можно сразу вот в флпрок программу составлять и управлять то есть это получается как ну типа как каскады то же самое наверное ну почти тоже самое и вот это изучал пару дней вот это вопрос и хорошо что там есть видео уроки очень хорошие видео уроки по виртуину я сейчас объясню как с флпрок работаем но про вот эту виртуину я не буду ничего объяснять там очень хорошие видео уроки если я ссылку оставлю в форме тоже выложил вот юра делал вот такие хорошие видео уроки лучше меня он расскажешь покажет как это настраивается я только на сторону флпрок как бы вот и решил маленький такой проектик сделать и показать как это все работает давайте видео посмотрим сначала итак друзья сделал проект на интерфейсе вирту и но здесь но там все два реле датчик температуры отсюда вот управлять будем этим то есть вот это контроля для ну один из элементов умного дома как бы контроля для умного дома маленький час какой-то так это освещение осуда включается вот нажали включился осу слайда можно яркость увеличить максимум максимум яркость уменьшаем яркость при помощи кнопки выключили включили это управление розетка и так это у нас управление умным не умным теплым полом управлены при помощи и кнопки включаем здесь показывает температура вот пола 28 градусов установлена на двадцать девять вот и этот светодиод вот эта лампочка показывает что нагреватель включен вот нагреваем датчик сейчас увеличится больше 29 станет тут все выключился выключился но здесь он включена как бы сам это оборудование включен обогреватель выключится здесь как уменьшится температура опять включится вот таким образом это все управляется таким образом вот опять включился меньше стал и включился отсюда выключаем можем выключить полностью выключается отсюда вот отсюда регулируем 44 градуса допустим так уменьшаем все выключился меньше 45 градусов то есть вот таким образом все это работает остальные на компьютере так теперь давайте схему покажу как это все работает по схеме вот электрическая схема это нода mcu здесь это схема прикинул здесь вот управление вот диммером можно управлять я вместо диммера там светодиод подключить показывал работу но у меня под рукой диммера не был вот это можно диммер подключить диммером управлять здесь обогреватель вот это реле обогреватель включается это второе реле розетку включается и ds18b20 обратите внимание вот ds18b20 подключена к питание 3 вольта а реле ушки к 5 вольт вот так вот здесь это уровни вот это логические уровни 3 вольта надо поэтому вот так сделан так теперь в фл прок покажу то есть вот получается что то же самое как каскады мы делали вот если какой-нибудь проект создаете сделайте вот это матбат слейв устройства вот это здесь как обычно подключаем вай-фай вот это клиент подключаем здесь имя вашей вай-фай сети здесь пароль вашей вай-фай сети чтобы вот это но демпе подключился к вай-фай сети и после подключения или по местной ли через интернет можно это управлять здесь это ip адрес 192 168 1 32 но может быть случится так что ваш роутер не будет поддерживать вот такие ip адреса если так будет тогда придется а пи поменять на такой адрес какой у вас есть или здесь можно для через dhcp вот получить по dhcp ip адрес в таком случае надо вашем роутере копаться посмотреть какой ip присвоен вот этому устройству и дальше дальше уже здесь это матбас давайте схему немножко объясню как это работает так и здесь у нас при подключении вот как это вай-фай сети подключается светодиод синий там загорается на нода mcu это показывает что этот нода mcu подключен к вай-фай сети здесь вот это при загрузке сканируется шина вот на пятом датчик здесь 18 5 5 шине подключен сканируется эта шина и записывается адрес датчика в массив после вот уже датчик датчик температуры des 18 5 2 чтобы работал то есть уже не надо вот это записывать адрес датчика так здесь выход температуры и отсюда модбас тег тег подключен к выходе температуры что передаваться туда к виртуину используется вот этот адрес температура пола вот адрес первый адрес первый адрес на нулевом адресе кольца у нас устанавливали вот кольца и освещения вот это потом розетка потом теплый пола и нагреватель включен этот нагреватель включен для того что здесь когда нагреватель включается чтобы там наVirtuîно пока видите видели вот это состояние нагревателя включен или выключен это управление освещение, вот освещение и кнопку нажимаем, включается, выключается розетка, тоже кнопку нажали и включится, и теплый пол, кнопка, вот это, эти кнопки для чего, для этих, и здесь еще три холдинга регистра, на первом адресе температура пола, вот это, на втором адресе регулировка освещение, и на третьем регулятор температуры, то есть вот это слайдер, вот при помощи слайдера это меняем, и регулятор температуры, устанавливаем нужную температуру, вот это сейчас ясно, здесь это по освещению, здесь у нас получается, мы кнопку нажали, вот здесь высокий уровень появляется, переключатель переключился с нуля на то значение, которое слайдерем мы устанавливаем, что-то ремонт мешает, слайдерем, то есть при выключенном 0 будет, то есть шим это 0 будет, при включенном уже регулируем максимальное значение 255, вот один из видеоуроков, вот Юра немножко неправильно там говорит, здесь шим меняется от 0 до 255, не от 0 до 1023, так что вот имейте видеоурок, посмотрите, там немножко неправильно здесь такое, здесь это, вот этот матбастик включает розетку, вот выход, и здесь терморегулятор у нас, то есть температуру задаем, и я сюда устанавливаем, если меньше или равно температура, включается рестриггер, включается вот обогреватель, если здесь высокий уровень, вот здесь, если высокий уровень, и то же самое дублируется, вот через это матбастик, кольц, какой у нас, нагреватель включен, вот через это дублируется там, на вертуину, смотрим, так, вот это включается, и когда температура понижается, вот здесь регулятор, вот что мы установили, меньше установленного 1 градус будет, то он выключится, это, при выключится, если больше, что-то я неправильно говорю, если больше включится, если меньше, этот включится обогреватель, вот таким образом это все работает, теперь давайте я немножко покажу вам этот, вот в FLPROC, вот есть такое, это, изучаем виртуину, здесь вот некоторые уроки есть, вот Юра выкладывал вот эти уроки, которые делал, уроки, и здесь можете обсуждать, я тоже, наверное, это видео сюда вставлю куда-нибудь, чтобы люди посмотрели, как это работает, я не буду вот про виртуину, настройки рассказывать, он лучше мне все рассказывает, показывает, так что и по урокам изучайте, только вот здесь то же самое, вот делаем, вот при, как при каскаде, вот здесь схему создали, никаких FB-блоков тут не надо, если используем вот матбас, а там есть еще какой-то, там уже FB-блок нужен для вот этого, а здесь никакого FB-блока нету, создали свою схему, потом здесь нужные переменные, вот теги сделали, подключили матбас-слей в устройство и все, и там уже через виртуину управляем, вот, так вроде, так еще вот, если какие вопросы будут, вопросы лучше вот в форуме задавайте, там автор этих видео уроков, по-моему, лучше мне объяснить, как это все работает, по поводу вот FL Proc я могу, чем могу, вот это могу объяснить, я думаю, после этого еще несколько вот видео сделаю на виртуину, там более сложные проекты, вы там в комментариях напишите, вот какие проекты вам интересует, я посмотрю, если это интересно будет большинство, вот такой проект создам, так вроде все, спасибо за внимание, до свидания.